11 ноября – знаменательная дата для всего литературного мира. В этот день исполнилось ровно 200 лет. Со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Тверь – один из немногих городов, который имеет к этому юбилею непосредственные отношения. Великий писатель четыре месяца прожил в столице Верхневолжья. Правда, об этом знают далеко не все горожане. А те, кто знают, как правило, не испытывают по этому поводу особенной гордости. Роман Быков разбирался в причинах столь странного отношения земляков к знаменитости планетарного масштаба. Когда в 1859 году Достоевский возвращался из ссылки, то ему разрешили выбрать любой город, кроме столицы. Выбор писателя пал на Тверь, в силу ее удобного местоположения. Поселился Федор Михайлович в доме, который краеведы идентифицируют как гостиницу «Гальяне». Сейчас считается, что она располагалась вот в этом здании, на улице Дементьева, тогда Скорбящинской. Однако краевед Павел Иванов отмечает, что когда-то это был целый конгломерат зданий. Именно поэтому историки иной раз дискутируют по поводу локализации местожительства Достоевского. Домовладения менялись, менялось количество домов, входивших в этот квартал. Ну, по крайней мере, верно будет то, что в этом месте и недалеко от почтанта. Почтант, ну, старый почтант, мы хорошо знаем, он на почтовой площади. В Твери Федор Михайлович провел 4 месяца, с августа по декабрь. Романа он за это время не написал, но и без дела, конечно же, не сидел. Поскольку, как настоящий писатель, не мог не писать. У нас он начал работу над двумя крупными произведениями. Это записки из «Мертвого дома» и роман «Униженные и оскорбленные». Завершены они были позднее. И в Твери он задумал издать собрание своих сочинений. Готовил его. Двухтомник вышел весной следующего года, 60-го, уже в Петербурге. Отдельно краеведы и литераторы отмечают произведение «Бесы». Тут ни у кого нет сомнений, что город, в котором происходят все события, списан с Твери. Во-первых, Достоевский в других губернских столицах и не жил. Ну а во-вторых, в романе просматривается целый ряд до боли знакомых каждому тверичанину топонимов. Город, разделенный рекой на две половины. Заречье с огородами и маленькими домиками. Это, конечно, узнаваемая завод же за Тверечье. Мы его такое помним еще и сами. Богатый тогда еще немножко запущенный вокзал с парком неподалеку от города. Почти у его городской черты и, в общем-то, недалеко отсюда. Однако, несмотря на это, Федор Михайлович сильно уступает популярности у тверичан тому же Пушкину. Тот увековечен аж в двух памятниках, при том, что бывал в нашем городе только проездом. Секрет прост. Столицу Верхней Волжи Достоевский не взлюбил. Причем практически сразу после приезда. Надо сказать, что Тверь у Достоевского оставила не самое приятное впечатление. Скучный город, никакого движения, даже библиотеки порядочной нет. Но при этом, что самое интересное, в упрек он нашему городу поставил еще и обилие каменных домов. И это очень интересно. Ведь на тот момент все русские города были в мазь своей деревянные, даже Москва. А тут каменные дома. И в этой связи подумаешь, а то ли это упрек, а то ли комплимент. Поставил на одну доску самим каменным Петербургом. Среди причин такого впечатления от Твери называют целый ряд факторов. Начиная от погоды, писатель к нам приехал накануне промозглой тверской осени. И заканчивая тем, что во второй половине 19 века столица Верхней Волжи начала приходить в упадок. После появления железной дороги город лишился значительной доли ренты от проходившего через него гужевого транзита. Ну и, конечно, Достоевскому, как писателю, у нас было душно. Ему хотелось воли, простора, ему хотелось свободного общения с литераторами. А литературной жизни здесь не было. Литературная жизнь России была сосредоточена в Петербурге, в Москве. А здесь он чувствовал себя в вакууме каком-то. Из тверского вакуума Достоевский вырвался уже в декабре, умчавшись в Петербург. В Твери же в его честь открыли памятную доску, да назвали скромную улицу в Затьмачи, известном своими деревянными усадьбами. Словно бы в извинение перед писателем, так не взлюбившим наши каменные дома.